Сейчас я немножко расскажу, чтобы вы поняли, да, склеек вообще не будет никаких. Почему не будет склеек? Потому что я немножко расскажу свою историю. Ну да ладно, то есть вы видели, да? Две штучки с кокардой. Клевая штука. Давайте вернемся на круги своя. С кем вы сейчас общаетесь? Во-первых, наверное, думаете, что это, наверное, клоун. Хотя, в принципе, в детстве я хотел становиться клоуном, поверьте мне. Да, мне это все дело очень сильно нравилось, потому что я готов был вас развлекать. Но оказалось, что чуть позже клоун дает две и два варианта работы. То есть, если это грамотный клоун, нормальный клоун в нормальной структуре, то, в принципе, клоуны очень многих людей, во-первых, им объясняли что-то не совсем правильно, во-вторых, над ними смеялись. Ну давайте мы сегодня не будем о смехе говорить, мы будем говорить обо мне лично. То бишь, этот клоун работает с вами с 1995 года. Ну, клоун такой, Челейкин Алексей. Обыкновенный клоун, ну, типа. И, а вот теперь другой вопрос. Что этому клоуну удалось? Так вот, в связи с тем, что я знаю ситуацию, поверьте мне, в Челябинской области, в Челябинской области, может быть, не знаю, был еще один человек, она находилась в самом городе Челябинск. То есть, были в то время не такое большое количество людей, которые участвовали в битвах. Да, господа мои, так оно и было. То есть, я пришел в коллектив Челябинской гос. радиокомпании, это было как раз в 2004 году. Ну, это, в 2000, что это я гоню, расколбасило. В 2004 году я сюда переехал. Вот, а тогда я пришел, это было в 1995 году. Я зашел с вопросом, а что насчет квартиры? Мне сказали, квартира у тебя будет. Ну да, ну да ладно, потом был 96-й год, очень интересный. 96-й год дал мне шикарную сексуальную практику. Просто шикарную, естественно. Вот, но в оконцовке нас забрали, куда нас забрали? Нас забрали на выборы. На выборы кого? На выборы главы администрации Челябинской области. Ну, тогда еще такая штука была. И вот тогда было прикольно, потому что мы участвовали в битве. То есть, мы пришли к никакому Соловьеву и постарались побиться с Петром Волочным Суминым. По сути событий только мы втроем работали. То есть, мы работали и сделали из нуля Соловьева 31%. Мы неплохо поработали. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл. И тогда, конечно, я бы уже сразу же получил бы квартиру в Челябинске. Вряд ли бы вам это сегодня все дело объяснял. Но мы немножко проиграли. Уже чуть позже, после того, как я съездил в Америку, а перед поездкой в Америку, как раз когда я занимался и работал на уже несуществующего губернатора, губернатор, понимаешь, мы смотрели один такой фильм интересный, когда я понял, что в Америке особо-то делать нечего. Потому что, потому что эта Америка имеет мысль простую. В Америку очень хорошо приехать, быстро заработать деньги, но оттуда надо валить, когда у вас начинаются проблемы со здоровьем. Том Круз. Первый сюжет был такой. Их сейчас 7 уже появилось. Ну так вот, там он и не сказал. Сказали ему в Чехии, где они внезапно находились, что как бы, ну, смерть в Америке дорогое удовольствие. Это я уже понял чуть-чуть позже. То есть мы съездили в Америку, где я чего-то много посмотрел, где я наконец-таки воткнул в свою разговорную часть дивный английский язык и после этого умею говорить по-английски. А потом уже другая битва была. Потом мы вместе с Андреем Хиловским, будучи весь наш замечательный коллектив ЧГТРК, вступили в битву за те самые дивные акции. Ну, эту битву мы выиграли. Правда, мы, три человека, зарабатывали по 5200 рублей, а у Андрея Хиловского вылила немножко другая сумма. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Ну, да ладно. Тем не менее, я вам говорю те две биты, в которых я принимал участие. Если у вас кто-то еще будет про это говорить, ну, спросите, вот, Члейкин, гляньте, посмотрите. Так лет на самом деле. Может быть, это далеко не так. Что, скорее всего, будет, что это будет далеко не так. К сожалению, Валерий Юрьевич Гемерверт ушел. В этом году ему будет 20 лет. Вы все это дело посмотрите. Я, естественно, благодарю ему, потому что он дал мне переверей по самые кривые помидоры. Да-да-да, господа мои. Я научился работать. Я научился работать, как он мне сказал. Огромное ему спасибо. И вот, когда я был еще в губернаторских выборах, то есть у меня был замечательный человек, просто крутой. Просто он был выпускник ВГИКа, который мне четко все рассказал, показал, как настроить любую видеокамеру. И после этого, наверное, это был единственный человек в Челябинской области. В смысле, не ты, а так, в Челябинской области. Ну, может быть, нет, было их несколько человек, потому что первоначально в Челябинске мы своими руками меняли блок вращающих головок на БВГ, 1800-м П. Это битакамовский агрегат. Если вы хотя бы представляете, что это такое, ну, вы не представляете, а я этим делом занимался. После этого я уже в Магнитогорске. Сам лично поменял все это дело. То есть, как бы вам сказать, кое-чем-то я занимался, и поэтому, когда мне говорят, что ты лох с пейджером, я говорю, ну, наверное, я не совсем лох с пейджером, потому что первоначально я занимался именно ремонтом, восстановлением и монтажом. А чему я научился? Тогда еще не было нелинейного монтажа. Мне в 95-м году, перед тем, как я устроился к Андрею Леонидовичу Хиловскому, к Андрею Хиловскому, я поступил в 4-й канал телевидения. Была такая штука, Горенков. Делал, думаю, такой вариант. И мне задали вопрос. Леш, а ты хочешь работать? Я говорю, а вы дадите мне квартиру? Они мне сказали, а ты быстренько научишься монтировать? Я говорю, а давайте попробуем. И я за 2 недели научился заниматься линейным монтажем. А вы не понимаете, это, конечно, бред сивой кобылы. Ну, вам же кажется, что все так легко и просто. Щелк, 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 пятое, десятое. Ну, уж поверьте мне. Потому что я первый сделал в городе Магнитогорске рекламный ролик. Я первый в городе Магнитогорске сделал рекламный ролик. Именно я первый в Магнитогорске сделал рекламный ролик. То есть, ну, кое-что есть в мозге. В мозгу споем, естественно. Как это было красиво сделано. О, это было вообще интересно сделано. То есть, мы снимали модели. Я не снимал тогда. Мне просто видеоряд дали. То есть, мы модели крутили вокруг. а в линейном монтаже особенно еще на супер вхс проблемки были при склейке то есть если вы допустим очень много склеиваете этих кадров и перезаписываете то рано или поздно ваш супер вхс превращается в вхс прозрачный он становится прозрачным это отдельная тема я это видел уже то есть это вам не битокам поверьте мне ну да ладно а это не было сделано то есть я четко 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 совпал и при этом четко четко совпадение должны были бы не демонстрировать там такой всплеск иногда в не линейно в линейном монтаже при монтаже супер вхс к иногда такие зеленки вылетали а я сделал так что у зеленок не вылетела красиво было красиво да то есть научились мы это делать и тогда я уже думал что наверняка я что-то буду делать другое в качестве имеется ввиду 3d графики я пытался научиться и потом научился естественно ну да ладно не в том суть событий суть событий в другом суть событий в нынешней современности о то есть я как бы издалека все это дело вам продемонстрировал так вот что касаемо нынешних событий и если честно я бы конечно запретил бы всем начинать голосовать с 18 лет тогда вы дебилы да господа мои по вам проезжают по ушам да господа мои вы ничего не знаете да господа мои потому что у вас нету никакой ориентировки и вы не понимаете суть событий вы просто бывшие школьники вы даже не получили образование института понимаете то есть вы никто и в свое время никаких студентов китае вызвали на улицу это был 89 год они все сели на площади тянь мы я лично там был это не просто площадь это даже как бы очень большая площадь огромная считаю что это самая большая площадь вообще во всей природе своей и они там посидели типа уходите нам типа коммунизм нужен смысле капитализм всем всегда всегда же где говорят капитализм это крутизна просто оба какаться ну может быть так оно и было но партия кпк коммунистическая партия китая она выгнала на улице танки и видите танки всех этих дебилов подавили поэтому я бы тоже советовал чтобы мы начинали голосовать но хотя бы с 25 лет но когда в мозгу что-то будет когда вы поймете что вам нужно естественно я бы ограничил все это дело ну допустим уровнем в 65 лет на сейчас 65 лет вы должны на пенсии быть не не вы будете голосовать тогда когда вам будет еще и 90 лет то есть когда вы когда когда вам когда с не торопитесь когда вам за маленькую сюрприз он ушку которую вам кто-то выдаст вы будете голосовать за партию власти я не против партии власти естественно то бишь мы о чем сейчас говорим мы говорим о том что это событие было бы немножко другим вариантом и мы сейчас говорим о бытности 2003 23 года ровно ну даже чуть чуть больше сейчас если мы говорим про июль месяц а то свого началось чуть чуть раньше 23 24 февраля 2022 года тут маленький задаемся мы вопрос почему мы туда решили войти и что это такое а вот теперь разговор о моих любимых ненаглядных украинцах вы в принципе никогда украинцами то и не были природе своей потому что украинский диалект типа придумали в 1894 году от этого не были то есть вы были обыкновены мало россия малая россия а вот этой сказки про то что вы всегда были украинцами это вы засуньте себе куда-нибудь подальше вы были малороссийцы я не противник я кстати девушка была из той же оперы очень хорошей кстати я всех своих девушек любил люблю и даже некоторых отправил замуж потому что я всегда их любил они всегда были для меня идеалом и даже те у которые мне говорят что это были немножко женщин легкого поведения нет мне всегда все было хорошо и красиво я всегда их любил то есть вам проехали по ушам но прежде чем они приехали к вам по ушам вам необходимо было бы хотя бы в 2006 году да и вообще съездить улицу там где вот эти красные дома ну называется девушки легкого поведения так свое время я заезжал в это место естественно и переговорил с этими товарищами а товарищи были в этих домах далеко не немцы то есть вы понимаете я был да я был германии то есть самой германии мы общались с немцами которые переехали еще в западную часть перлина ну в смысле западные так вот западные немцы вот когда вот это произошло объединение говорит да на хрена ну нам пернулась они выпускали отличные машины а потом пришли те кто сидели на на нашей с вами шеи не въезжаете да сейчас объясню ситуацию вот после этого и когда я общался с этими девочками а девочки были как бы ну одна из них была полячка другая венгерка мы начали на английском языке потом переключились на русский и оказалось что вот эти самые девушки легкого поведения они сказали мне алексей как хорошо было до того как капитализм пришел к власти это мне сказали девочки легкого поведения это мне даже сказали западные немцы которым не нужно было когда восточные немцы к ним пришли они были в шоке после всего этот шок произошел когда еще и вот этот больше туда заехала венгры 5 10 то бишь вернувшись на круги своя а это это дело помню ну примерно помню потому что я проезжал еще в ворсях свое время были очень хорошие этим коровники и телятники сейчас там все в лохмоть и потому что мы кормили кого страны восточной европы то бишь мы конечно ели не все то что должно было бы но с другой то стороны при советском союзе мне всегда нравилось то что у нас было качественное пиво четкая и умопомрачительная водка потому что это было государственное замечательный гавана клуб я туда в гавану тоже смотался и молоко которое через двое суток превращалась в простоквашу они хранилось энное количество дней пиво которое было магнитогорске которое хранилось 7 дней после этого можно было бы выкинуть потому что оно становилось никаким так все делалось да когда я кушал чебуреки за 16 копеек не помните именно чебурек стоил столько сколько стоило но второсортный хлеб был сорт 1 24 копейки был второй сорт 16 копеек клево это я все помню я это все помню я помню даже тот чудное мгновение когда моя бабушка занималась это было хорошо и красиво то есть я это помню то есть вы не не говорите что я не помню советский союз я поступил в горный институт советском союзе так что же случилось чуть чуть позже то есть возвращаясь обратно к 2022 году но не надо думать о том что проблемы с украиной начались чуть чуть раньше потому что изначально они старались нас разделить с чего я не понимаю то есть одна страна то что распилилась но к сожалению вам в некотором случае проблемы были ну у нас но с другой стороны при советском союзе все было нормально мы ничего не будем говорить самое забавное что когда мне говорят алексей а ты помнишь сталина я говорю ребят я сталина вообще не знал кто он был такой вообще пока один придурок который потом развалил весь советский союз знаете кто горбачев ну тварь конченая потом другой товарищ это дело пропил но перед тем как он все это дело пропил был замечательно 92 год потому что горбачев целиком все это дело разрушил что он идиот был ну наверное его купили потому что вот это и началось то есть восемьдесят девятом году когда все это дело расхабыздалось очень быстро развалился весь варшавский договор и куда и кто пошел мы же им говорили не развивайте нато должно быть в ваших границах а вы все это дело прибрали к себе да прибрали к себе ну правильно что вы же пригнали прибрали это все к себе надо стало раскручиваться по самые кривые помидоры что произошло дальше а дальше произошло то что мы говорили мы даже отправляли своих десантников а вы развалили всю югославию тварь вы нато ну кто же вы еще умные люди нет после всего этого какой-то придурок ну к сожалению я у меня никаких проблем нету я очень хорошо отношусь к различным цветам для меня разницы не возникает но вот этот самый придурок он к сожалению был ну другим на лицо человеком это все я понимаю что вы развязали дивную войну не мы развязали дивную войну вы нато развязали дивную войну между ираном и ираком чего не там плюхались непонятно но потом вы президента ирака уничтожили я не понимаю конечно его придурка на хрена он залез в этот в кувейт вот вот тут просто ему делать было нехрен сидел бы там у себя спокойненько ну да ладно то есть вы его убили увы его убили нато его убила уничтожила югославию потом каддафи но были проблемы но проблемы он же решил каддафи был весьма интересным специалистом да то есть мы даже не будем говорить о тех вещах в которые вы не должны были лазить то что он там делал это был великолепный специалист а вы его уничтожили а что теперь у вас и там и там и там просер вы даже заставили нас выйти с афганистана ну зачем мы всегда были людьми которые с читались с населением да господа мы шурави и это о нас говорят сами жители афганистана то сейчас там все тоже поменялось но это уже чуть позже естественно да чуть позже естественно потом вот это страны нато зачем-то устроили в йемене проблемы какие-то блин последний вариант когда вы залезли в сирию но давайте все-таки обратим внимание к чему все это дело пришло год 2014 в принципе нато заплатив сделала ну очередную революцию такую прикольную революцию но не все хотели ломать свои отношения с россией а вы сломали вы твари как еще могу про это дело сказать еще было бы ничего если бы вы сказали что мы будем как бы ну нейтральными но вы захотели куда еврозону вас туда пустили и вот сегодня сейчас я думаю что те девушки легкого поведения из польши из венгрии уже ушли потому что когда вы открыли двери в еврозону девушки легкого поведения стали кем украинка и господа мы просто текст сдвинулись то есть понятно да и вам да вам же никто ничего не говорил мы говорили кушайте наш газ нам было фиолетово куда вы его деваете только не думайте о зоне евро ну будьте своими человеками с качественной водкой с обалденным качественным продуктами питания из разряда сало а вы не помните в 2006 году я там был 2006 году это ну и все другая страна ну спокойная и ровная такая разгильдяйская нормальная хорошая разгильдяйская зачем вам было лезть туда мало того вы залезли в нато теперь дивный вопрос в в нато вы кого забрали бывшие российские республики литва латвия эстония но как бы вам сказать с той стороны мы это дело все укрепили а с этой стороны мы не укрепили то бишь мы сейчас о чем будем говорить о том что время полета ракеты да даже не ракеты если дароны долетают до москвы ну о чем мы будем говорить то есть мы никогда не хотели чтобы рядышком с нами совсем рядышком с нами прямо на прямой границе с нами ну ладно там еще далековато а тут то 600 километров даже может ближе от границы чтобы это была страна нато то есть у нато бзики и четкие бзики я не понимаю почему четыре процента американского населения которые у власти у которых вот в голове просто жопа пытаются залять к нам я говорю вот этих дебил дивных товарищей у которых четыре процента населения вы давайте сюда и мы вас отправить знаете куда в норильск и через сколько вы оттуда слиняете ребята это холодно вся ваша территория она южнее находится у нас реально жопа то есть у вас даже такого холода как магнитогорске нет это сейчас 1 температура 40 градусов а когда не бывает клево да получается и конечно поэтому мы залезли туда но тут возникает дивный вопрос почему сейчас поменяю вот эту штуку просто положу и вот на эту штуку то есть вы думаете что как бы дядя лёша после того как он поступил в советском союзе в педагогический о какой это не педагогический я думал что я поступлю в педагогический я поступил в горный институт а как я все это делал сейчас объясню ситуацию я просто взял монетку и сказал шоп я оказалась горный институт я горный институт пришел естественно и стал куда меня отправили и во многом благодаря нашему замечательному военруку меня отправили до смысле я не думал что зачем мне это нужно я поеду на военной кафедре у меня все красиво и ровно я естественно туда и поступил и самое главное что когда нам задал вопрос подполковник медведев вот серьезный вопрос задал а вот тот человек юрий иванович который меня воспитал в школе кое-что мне объяснил и в итоге оказалось что что меня человек бы взял гораздо сложнее чем остальных потому что я знал о чем идет речь мало того юрий иванович который мне давал он мне заставил еще смысле я получил у него дивный вариант под названием метки стрелок а вы не знаете так вот знаете господа мы что я еще стал метким стрелком то есть я четко могу класть если все нормально и ровно а это дело никаким образом не поменялось потому что когда я беру дивную видеокамеру это тоже проблемка достаточно серьезная то есть мне мы все мои видеокамеры это конкретный хороший грамотный вариант то есть я могу также уложить и этим делом занимаюсь мало того свое время мне дали 15 патронов а я убил 13 ну 14 зайцев последний был пятерка один раз я мазанул естественно а пятеркой добил его ну мне на пришлось его отдать потому что человек просрался а мне пришлось его аккуратненько так подстрелить она добил естественно то есть ну да кое-что я умею в этой жизни так вот что касаемо военной кафедры сейчас я людям немножко объясню и почему у нас сейчас проблемки проблемки у нас потому что с 2014 года а мы это дело никоим образом не видели потому что мы покупаем google maps но google maps который он показывает это старая карта не последняя карта и вот товарищ который володя был и льва ванах не помню кто там в америке у них новая карта и вот он все это дело показывал то есть ряды укреплений с во ну смысле вот этот сву военные силы украины они там столько накопали по самые кривые помидоры именно поэтому мы сейчас не можем быстро пройти физически понимаете они там очень хорошо упаковались очень хорошо и красиво и когда мне в свое время мои крутые специалисты в области военной кафедры много чего рассказали так вот чтобы это было много чего рассказано немножко объясню то есть вы думаете что все должно быть ровно и красиво но потому что недавно мне сегодня пообщались с одним человечком хороший конечно мне нравится один из лучших людей в моей природе своей потому что он сделал то что должно быть тут несколько вариантов то есть все говорят что войну с финлядии мы просрали мы не войну с финлядии мы забрали то что нам нужно было мы отодвинули границы от на 200 километров от северной столицы ну и там много чего забрали у них и после того как мы много чего забрали когда мы про и пробили линию маннергейма финны думали йо-йо-йо-йо лучше подпишем и подписали мы не просрали мы шли на обороняющегося противника а вот тут я кое-что расскажу то есть понятно да кто в обороне сидит а кто наступает ну вы понимаете да так вот лучший вариант это когда на один выстрел в человека прилетает семь или большее количество выстрелов вовнутрь то есть он стрелял в него 7 прилетела туда то бишь мы потеряли количество людей финскую войну но выиграли по сути своей вторая мировая война или вы думаете что немцы не оборонялись ну во первых это полный бред сивой кобылы дамы кое-что потеряли потому что наша армия была рассчитана на на что она была рассчитана на победу а тут пришлось отступать к сожалению к сожалению а уже потом 42 года немцы очень серьезно упаковались и когда мы на них пошли они защищались а мы шли вы понимаете чем я говорю то бишь до качественного наступления немцы потеряли за всю историю великой отечественной войны грубо говоря они потеряли 7 миллионов человек ну как правило это те кто сидели в окопах большая часть это было все-таки восточный фронт а мы потеряли ну со всеми делами не будем говорить о населении мы потеряли 21 может быть 20 миллионов человек наступающих то есть мы наступали они оборонялись мы шли они оборонялись понимаете но в при всем при этом мы умудрились не потерять 45 миллионов человек а в два раза меньше то есть мы хорошо двинули но мы шли на них они оборонялись шли оборонялись помните да чем я говорю то есть для того чтобы хорошо прорвать оборону необходимо численный перевес то есть на одного выстрелившегося должно быть 7 стреляющих тебя а доехали это мы сейчас про эти вещи то и будем говорить то есть и задаем вопрос почему мы сейчас не сильно торопимся потому что мы не могли бы торопиться то есть можно было бы конечно все это щелкануть за 7 8 месяцев можно было бы но тогда мы бы потеряли ровно столько сколько теряет первой мировой войне то есть мы вы потеряли сумму гораздо большую в количестве населения не 1 миллион человек а гораздо больше то есть мы потеряли во втором мировой войне 5 миллионов человек когда мы наступали было клево именно поэтому мы сейчас никуда не торопимся то бишь мы сейчас идем на сложные процедуры но она есть потому что нам это нужно сделать что происходит сегодня сейчас что происходит сегодня сейчас как бы вам сказать при всем богатстве выбора мы не стараемся уничтожить наше население в природе своей до мы теряем но мы теряем меньше теперь другой вопрос то есть сейчас идет отношение 1 в 10 потому что мы даже это не хотим сделать именно поэтому мы людям объясняем ребятки вы не лезьте куда не надо мы сейчас готовы подписать с вами нормальный договор но не лезьте куда не нужно будет и все будет хорошо и красиво но этого не делать сложности и получать приветики хорошие красивые теперь другой вопрос уже не взирая о нашей дивной ситуации вашей мной естественно то бишь даже не о чем мы не будем говорить но я еще раз говорю про слова стали я не говорил я не противник того что было бы то есть мало того мне бы конечно хотелось она так и случилось если честно то есть я знал что это будет и все знали и поэтому все проголосовали по-другому бы не получилось мы не хотели чтобы нато был бы рядышком с нами этого не нужно было бы да будет война она будет решена так как это делаем мы конечно мы потеряем большее количество людей чем это было в афганистане потому что афганистан ну это была другая ситуация потеряем больше чем чечне потеряем у других вариантов не может быть но постараемся сделать так чтобы мы не потеряли 5 миллионов человек нам это не нужно да это бог чтобы у украинцев у малоросов мозги включились и они сделали бы грамотный выход то бишь мы не противники того что вы хотите сделать мы должны спокойненько заехать и проехать без всяких тараканов и косяков если хоть один раз с нами что-то случится тогда будет пустанов вот никаких проблем живите никаких проблем и давайте все-таки определимся есть территории которые уже от вас ушли это же тоже была федерация мы в свое время в российской федерации хотели уйти и тогда мы бы жили в другой стране но не ушли и тут возникает вопрос именно о сталине то есть он каким-то образом умудрился за 8 лет из лохмотья советского союза сделать качественный вариант и самое забавное сказал что пункт номер один пенсия должна быть в 50 лет потому что мы живем мы живем очень сложно температура серьезная туда-сюда прыгает и конечно он приравнял доллар я не против этой ситуации но почему доллар сейчас скакнул вот это другая тема другая тема я надеюсь что человек который хочет быть грамотным может быть он не будет меня смотреть но все-таки давайте все-таки ограничим сумму в долларовых эквиваленте и вернем и а потом обрежем и тогда все будет вот так вот так я вам говорю а мы там далее разберемся